Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Больше не в Рио депутаты Народного Собрания единогласно поддержали кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства. Я ваш и всегда с вами. Спасибо. Спасибо. Проверка на дух и крепость. В преддверии 23 февраля в Махачкале прошел военно-спортивный конкурс «Тропой война». Такой формат, на наш взгляд, способствует тому, чтобы история стала интересной. История – это не просто книжки и рассказы. Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства республики. На прошедшей сессии Народного Собрания за него единогласно проголосовали 80 депутатов. Более подробно об этом расскажет Карим Даниев. Никаких неожиданностей не произошло. За исключением сбоя в работе электроники. В процессе голосования подвела техника, зато не подвели депутаты и старый проверенный способ тайного голосования с помощью бюллетеней. Итог. Все 80 депутатов различных фракций Дагестанского парламента единогласно поддержали кандидатуру, предложенную главой региона, на должность председателя правительства. С сегодняшнего дня у дагестанского Кабмина новый премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Я все время люблю заканчивать свои выступления. Словами Климента Аркадьевича Артемирязова, я ваш и всегда с вами. Спасибо. Спасибо. Успехов вам. Абдулмуслимов пока в республиканском Кабмине единственный человек без приставки в Рио. Ему и формировать в ближайшее время команду для реализации обозначенных задач. Подробно о них премьер рассказал депутатам в своем программном выступлении еще до голосования. Главные приоритеты все те же. Перспективные направления развития республики. От сельского хозяйства и до туризма. Искренне признательным всем фракциям, с которыми накануне у меня состоялась очень плодотворная беседа, были подняты весьма значимые и актуальные для нашей республики вопросы. Республика Дагестан имеет огромный потенциал развития и за последние годы сделано немало. Предстоит еще немало сделать. Поэтому программа развития Дагестана будет построена в первую очередь на базе пяти основных целей развития Российской Федерации до 30-го года, утвержденных указом президента Российской Федерации. Это в первую очередь здоровье и благополучие людей. Второе – возможности для самореализации и развития талантов. Третье – это комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое – достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. Пятое – это цифровая трансформация. Но не все выглядело так формально. Депутаты внимательно выслушали будущего премьера и даже задали несколько вопросов. Впрочем, докладчик к ответам был готов. Стало понятно – новый премьер, что называется «в теме» – от реализации нацпроектов до проблем земель отгонного животноводства. По тем вопросам, о которых вы сейчас озвучили, к ним надо подходить очень точечно и скрупулезно. Руководство Республики Дагестан и раньше, и теперь делает все возможное, чтобы облегчить и улучшить условия жизни тех жителей, которые проживают на прикутанных землях. Но в связи с тем, что они имеют особый статус, эти земли, там развернуть широкое строительство и так далее мы не имеем права. В настоящее время, по поручению Сергея Алимыча, в правительстве создана рабочая группа. Это не вопрос одного дня. Рабочая группа работает. Да, там должны быть изменения внесений. Но я еще раз подчеркиваю, этот закон имеет отдельный статус. В продолжении своей работы депутаты обсудили еще ряд вопросов в запланированной повестке. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Познать историю в современном и увлекательном формате. В Махачкале прошел патриотический квест «Тропой воина», посвященный Дню Защитника Отечества. На площадке музея «Россия. Моя история» соревновались 8 команд из муниципалитетов. Спасти раненого бойца, собрать автомат и обнаружить мину. Школьникам и студентам предстояло проверить свои навыки о военном деле и знании истории Отечества. Ребята проходят 10 станций. Все станции направлены на подготовку граждан к военной службе, а также оказание первой медицинской помощи и истории Отечества. В прошлом году, если это было в рамках города Махачкалы, в этом году уже в рамках республики мы проводим. Я надеюсь, что в будущем масштаб будет больше у нас. Мы сможем больше охватить команд и проводить в более масштабной обстановке. Каждая команда должна была выполнить тематические задания и заработать баллы. Здесь участники могут не только разгадать исторические загадки, например, правильно разложить листочки с изображением погонов, но и узнать что-то новое, запомнить даты воинской славы и интересные факты. В таком игровом формате, как признались участники, изучать историю намного интереснее. Мы часто принимаем участие в подобных соревнованиях. Мы прошли 9 из 10 заданий, сейчас ищем второе. Вон наши друзья проходят медицинский пункт. Нам все нравится, мы планируем выиграть. Призы, честно говоря, мы особо не на них настроены, а просто ради того, чтобы повеселиться, получить удовольствие и на благо школы выиграть какой-то приз. В подобном формате, наверное, интересно изучать историю? Да, конечно, интересно изучать историю, потому что так гораздо больше запоминается, чем сидя на уроке. Такой формат, на наш взгляд, способствует тому, чтобы история стала интересной. История – это не просто книжки и рассказы. История – это жизнь, и познавать ее в каких-то веселых активностях, таких как квесты, викторины, брейн-ринги, намного интереснее, веселее. Ну и это все достаточно хорошо показывает, где есть пробелы. А пробелы можно заполнить здесь же, в историческом парке, трое экскурсию или самим пройтись почитать. Победители квеста нагрозили кубками и другими призами. Участники, не вошедшие в первую тройку, получили памятные сертификаты. Более 20 лет без газа. Жители садоводческого некоммерческого товарищества «Аграрник» никак не дождутся голубого топлива. Жители писали письма в различные инстанции, однако вопрос до сих пор не решен. Проблемой заинтересовались в Общероссийском народном фронте. Что из этого вышло в сюжете Ларьяны Шамкалаевой? Это же чисто города по нашим понятиям. По словам жителей, «Аграрник» входит в состав «Махачкалы». Еще начиная с 2009 года, они не раз обращались в администрацию города с просьбой провести газ. Но выяснилось, что данная территория относится к землям сельхозназначения. Неразбериха с документами и непонятным статусом участков – главные причины такого положения дел. Сестра уже шестой год живет здесь с четырьмя детьми. Почти трое из них несовершеннолетние. И вот шестой год без газа. У них из документов только садовая книжка, вот эта имеется. Зеленку ничего не делают. И газ провести тоже, соответственно, не хотят. И вот эту проблему нужно решить. Потому что зимой холодно, электричеством, сами знаете, это как-то все. То есть, когда приходится электричеством делать утепление, выходят огромные щита, когда включают пушки всякие разные, чтобы обогревать дома. Активисты ОНФ решили ознакомиться с ситуацией на месте. Как оказалось, внимание на проблему обратили после звонка жительницы поселка на последнюю прямую линию к президенту России Владимиру Путину. В данном участке мы видим, что люди проживают, дома построены. Построены уже не вчера, не позавчера, уже много лет. С их слов. Они покупали участки, приобретали участки за большие деньги. Строили дома. И при приобретении им объяснили, что данные создавательского общества переведены в земли жилых фондов. И будут выдаваться зеленки на их участки. Но с 2009 года и по сей день они не могут получить ни зеленки, не могут получить право на прописку в данных домах. И кроме этого они не могут получить разрешение на подключение газу. Жильцы просят им оказаться действий переводить земель в земли индивидуального жилого строительства и получение зеленки. Они готовы заплатить соответствующие деньги на эти расходы. Однако прибывший на место представитель компании «Газпром» газораспределения «Махачкала» заверил, что так называемой «зеленки» ждать не обязательно. Достаточно наличия договора субаренды и письменного коллективного обращения в газоснабжающую организацию. Мы проводим газопровод до границ этих садоводчиков. Для этого необходимо председателю, если у них такое имеется, председателю садоводчиков общества, обратиться от жителей этого садоводчиков общества заявлением. Можно нашу организацию, на Джамалдина Атаева 32, газораспределительную организацию «Газпром» газораспределения «Махачкала» называется, в клиентский центр непосредственно, где менеджеры наши примут полностью объяснять перечень документов, которые необходимы для этого. И мы отработаем заявку, внесем в портал единого оператора газификации и начнем работы по подводу газопровода до границ садоводчиков общества. То есть, по словам газовиков, дело за жителями. Если обращение будет написано в ближайшее время, и хозяева домовладений закупят необходимое оборудование, а именно плиты и котлы, то газ появится в домах в кратчайшие сроки. Ларьяна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Столичные рукопашники лучшие на первенстве Дагестана. Соревнования среди допризывной молодежи памяти ветерана Великой Отечественной войны Асадулы Чиэрова прошли в Каспийске. Турнир во Дворце спорта и молодежи имени Алиалиева собрал 230 участников, представляющих 30 военно-спортивных клубов республики. Первыми по количеству завоеванных медалей стали представители Махачкалы. Второе место общекомандного зачета осталось за Каспийском, а третье за Кизыль-Юртовским районом. По итогам соревнований будет сформирована сборная Дагестана для выступления на первенство России. Турнир пройдет 23-25 марта в Нижнем Новгороде. Семеро дагестанских тай-боксеров выиграли молодежное первенство Европы. Соревнования среди спортсменов не старше 23 лет проходили в Стамбуле. Равных в своих весовых категориях не нашлось Бойсангуру Маниеву, Арсену Мустафаеву, Камилю Магомед Баширову, Гаджи Гусейнову, Курбану Орландбекову, Курбану Курбанову и Гамиду Исаеву. Кроме этого, в активе команды по одной серебряной и бронзовой медали. Параллельно с первенством проходил и чемпионат Европы среди взрослых, где третьими стали дагестанцы Ильяс Мусаев и Амир Абдул-Муслимов. И на этом все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова